Больше двух миллиардов леев каждый год остается в Приднестровье в результате деловых отношений с Молдовой. Торговый баланс положительный, но оказывается в этой ситуации хорошего меньше, чем хотелось бы. Это огромная леевая масса безналичная, ее не продашь в обменнике. Предприятия не могут найти леи, купить сырье и новое оборудование, нужна твердая валюта. А Молдова свои леи на доллары не меняет. Нашим предприятиям молдавские банки закрывают счета. Под банковские санкции попали ведущие предприятия страны ММЗ и Молдавская ГРЭС. Президент в интервью российским журналистам задается вопросом, что это, еще один целенаправленный удар Кишинева? Приднестровье прямо сейчас переживает транспортную блокаду, потери уже на миллионы долларов. О блокаде транспортная и банковская сюжет Влада Лукаша. Приднестровье завалено молдавскими леями. Их не почувствовать физически, леи безналичные, но их слишком много на счетах наших предприятий. Леи никак нельзя конвертировать, поэтому непонятно, что с ними делать. Мы понимаем, что в дальнейшем данная ситуация будет только деградировать. Учитывая, что леи, которые поступают на территорию Приднестровья в виде выручки, невозможно будет конвертировать, то стоимость леи на территории Приднестровья будет снижаться по отношению к тем уровням, которые есть в республике Молдова. В связи с этим торговля между Приднестровьем и Молдовой будет сворачиваться, причем очень быстро. Как это происходит? Приднестровье поставляет в Молдову разные товары. Металл, электричество, за все Молдова расплачивается только леями. Мы можем потратить эти леи, закупая что-то в Молдове, но проблема в том, что покупаем в Молдове гораздо меньше. В год разница в торговом балансе в 130 миллионов долларов или 2 миллиарда 300 миллионов леев. И эта леевая масса копится. В других странах товары, сырье и услуги за леи никто не продает. До 2002-го конвертировать леи можно было напрямую между банками Приднестровья и Молдовы, но этот канал Кишинев закрыл. Сейчас остался единственный способ. Наши предприятия открывают счет в молдавских банках, конвертируют в этих банках леи и оплачивают с этих счетов свои импортные операции. Это работает, но все хуже. Молдавские банки закрывают старые счета наших предприятий и отказываются открывать новые. Таким образом, Молдова не дает возможности обменивать леи на твердую валюту. Безосновательно. Идет отказ в регистрации, либо счета просто закрываются. Опять без всяких оснований, без письменных уведомлений. Такое системно-образующее предприятие, как металлургический завод, тоже имеет проблемы в этой части. Для этого завода закрыты все счета на территории Молдовы. Почему вопрос? Удар по системно-образующему предприятию или иные какие-то цели? Молдавский металлургический завод 11 лет успешно работал с Молдавским Виктория Банком. Для банка это был один из ключевых и доходных клиентов. Но счет ММЗ там в итоге закрыли. После этого Молдавский металлургический завод обратился ко всем 11 действующим коммерческим банкам Республики Молдова с просьбой открыть счет. Везде получил отрицательный ответ. Для другого флагмана экономики Молдавской ГРЭС становится невыгодно продавать электричество в Молдову. За все поставки станция получает только леи. А куда их потом девать? Когда предприятие, поставляя электроэнергию, получает взамен молдавские леи, стоимость которых, не стоимость которых, а возможность конвертации которых ограничена, то в данном случае речь идет о том, что ограничивается операционная деятельность Молдавской ГРЭС. И в этом случае, скорее всего, экспортные поставки в Республику Молдова будут оцениваться как неэффективные. Сейчас у 27 преднестровских предприятий есть прямые счета в молдавских банках. Шесть не пользуются ими из-за различных ограничений. Банковские проблемы отражаются на повседневной работе, а это крупные предприятия. Что значит вовремя не получить расчеты за отгруженную продукцию? Или вовремя не перечислить деньги за купленный товар на территории Республики Молдова? Это не вовремя начисляемые заработные платы серьезным трудовым большим коллективом больших предприятий. По данным нашего Центробанка, 251 предприятие Приднестровья торгует с Молдовой. Со стороны Молдовы таких предприятий в несколько раз больше. Торговля взаимовыгодная. Выгода есть и у молдавских банков, поэтому закрытие счетов выглядит очень странным. Представители молдавских банков на вопрос, почему только пожимают плечами, и по сути признают, что решение политическое. Специалисты банковского сообщества, коммерческих банков Республики Молдова были озвучены такие тезисы, что введение счетов наших предприятий является довольно высокодоходным бизнесом для молдавских банков. И с другой стороны, фактически нет запрета на законодательном уровне, которые не позволяли нашим предприятиям вести определенную деятельность. Для закрытия счетов молдавские банки используют формальные отговорки. Якобы так решили акционеры, или теперь это политика банка. Иногда в уведомлении есть аббревиатура АМЛ – Anti-Money Laundering – борьба с отмыванием денег. Какие конкретные нарушения допустили наши предприятия, банки назвать не могут. В прошлом году в Кишиневе прошел Международный банковский семинар, где участвовали и представители Нацбанка Молдовы. На данном мероприятии международные эксперты оценили операционную деятельность наших предприятий как соответствующую нормальной бизнес-практике. То есть никаких претензий к деятельности наших предприятий просто не было. Чтобы разобраться в банковских ограничениях и найти выход из кризиса, ОБСЕ еще два года назад наняла независимого эксперта по банкам из Австрии Ильзу Шустер. Она подготовила отчет, но его итоги отчего-то не раскрываются. Мы не получили содержание этого отчета, не можем предполагать, каковы были параметры рекомендации. Скорее всего, рекомендации носили тот характер, который не совсем в интересах молдавской стороны. По информации источников, Шустер предлагал использовать расчетный счет Террасполя в Нацбанке Молдовы для конвертации Леев с некоторыми лимитами. Судя по всему, это предложение не устроило Кишинев. Есть еще одна банковская проблема – отключение Приднестровья от международных платежных систем, виза и мастер-карт. Предложение нашего Центробанка Молдова игнорирует. Мы предлагали различные варианты возобновления работы международных платежных систем на территории Приднестровско-Молдавской республики посредством IT-инфраструктуры молдавских коммерческих банков. Но, к сожалению, ни на первый, ни на второй вопрос мы не получили ни ответов, ни, к сожалению, данные вопросы не были решены. Тем временем продолжается транспортная блокада Приднестровья. Каждый день наши предприниматели и перевозчики теряют деньги из-за запрета на въезд в Украину. Не только наши юридические лица оказались блокированными, не может выезжать, к примеру, скорая медицинская помощь, которая доставляет больных людей на территорию Украины. Это уже жизни людей. Это нехорошо и некрасиво, как минимум. Данная проблема стала возможной и не из-за исполнения Молдовы своих обязательств, и кроме того, именно по 1 сентября Молдова конкретно с Украиной договорилась, а не пропуски. Каждый месяц наши индивидуальные предприниматели теперь не могут завести из Украины товар на 2 миллиона долларов. Раньше они делали это на своих автомобилях, на приднестровских номерах. Прийти на нейтральные быстро никто не может, очередь большая. 100 тысяч долларов потеряли наши перевозчики пассажиров, не ходят автобусы в Украину, Россию, Беларусь. Машины стоят, водители без работы. Вообще в предприятиях, которые обеспечивают регулярные пассажирские марсруты, задействованы несколько сотен работников. Несколько сотен, умножьте минимум на три. Это семья. Получается порядка около 500 жителей Приднестровья, которые практически не обеспечены работой. Я уже не говорю о пассажирах, которые на территории Приднестровья. Это жители Приднестровья. Они могут здесь сесть и поехать к своим родным и близким. Приднестровские компании-перевозчики выдавливаются из бизнеса неконкурентным путем. В Украину и Россию едут автобусы из Кишинева, потому что они на молдавских номерах. Чтобы завести товар в Приднестровье, нужно также найти перевозчика на молдавских или украинских номерах. Перемещение товаров через границу без использования своего транспорта – это большой переток доходов к соседям. Это и Украина, и Молдова. И второе – это ухудшение условий осуществления предпринимательства. Причем этот удар сейчас прежде всего придется на малый бизнес и малый-средний бизнес. Все вместе это приводит к новым финансовым потерям жителей Приднестровья и бюджета страны, из которого платят зарплаты и пенсии. Переизбыт оклеев порождает те же проблемы. Предприятие не может закупить сырье или оборудование. Это отражается на производстве, зарплатах работников и платежах в бюджет. Молдова целенаправленно душит Приднестровье, а кишиневские власти цинично заявляют о том, что приднестровцы для них – это сограждане, и что молдавские власти должны заботиться о правах простых людей левобережья. Владислав Лукаш, Андрей Овчинников, Александр Зелинский. Отражение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова